Эфир нашего телеканала продолжают новости. В студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите в сегодняшнем выпуске. Обманутых дольщиков поддержат рублем во второй половине августа и начнут возвращать вложенные в строительство деньги. Открыто о дорогах, нехватке медкадров и аварийном жилье. Региональный кабинет министров выезжал в Белогорский и Серышевский район. Спрос на гастарбайтеров работодатели области в 2018 году хотят трудоустроить более 22,5 тысяч трудовых мигрантов. Наказала риэлторов. Амурская пенсионерка выиграла суд у агентства недвижимости. Торт с портретом Путина в Белогорске выбрали лучшего народного кондитера. Об этом и не только расскажем в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Обманутым дольщикам при Амуре вернут деньги, которые они отдали недобросовестным застройщикам. По предварительным подсчетам на эти цели в бюджете региона нужно предусмотреть 520 миллионов рублей. Сейчас в правительстве области решают, как будут предоставлять денежную выплату. О том, когда планируют утвердить новый механизм финансовой помощи и кто первым из дольщиков получит свои кровные, расскажет Ростислав Азизов. Очередная встреча с обманутыми дольщиками прошла в четверг. Особое внимание власти уделили проекту финансовой помощи. Перед встречей среди дольщиков компании «Городок» провели опрос, чтобы выяснить, будет ли востребована подобная мера поддержки. Из 86 опрошенных 82 человека высказались за предоставление выплат. Шанс возврата суммы основного долга есть, механизм есть, который мы сегодня по поручению губернатора реализовать собираемся. Как отмечают власти, сегодня в реестре чуть более 500 обманутых благовещенцев. Сейчас над разработкой порядка предоставления господдержки работают все профильные министерства. После того, как законность документа проверит прокуратура и утвердит губернатор, он вступит в силу. Затем пострадавшие дольщики смогут написать заявление на получение выплаты. Возможно, во второй половине августа потерянные деньги начнут возвращать. Я дольщица четвертого литера этого квартала, которые сказали, что вообще 100%, что он строится, не будет. Поэтому, естественно, те, кто в четвертом литере, они будут переходить только на денежные эти свои требования. То есть это выгодно. Вот я вложила 2 миллиона, мне 2 миллиона дадут, я за эти деньги смогу купить квартиру. Получить выплату смогут дольщики всех строительных компаний, которые не выполнили свои обязательства. В первую очередь выплачивать государственную компенсацию планируют ветеранам, пенсионерам и инвалидам. Затем средства вернуть тем, кто приобретал жилье в ипотеку, и в последнюю очередь рассчитаются с дольщиками, которые вкладывали в строительство наличные. На встрече также обсудили работу конкурсных управляющих проблемных компаний. Дольщики городка пожаловали, что не могут встретиться с ним лично. Сегодня вот определили, что понедельник, пятница с 9 до 11 я буду сам лично присутствовать на приеме, поэтому дочки могут приходить. У нас продолжаются назначенные суды по оспариванию сделок, по взысканию денежных средств. Также проходят мероприятия по поиску имущества, то есть это работает и органы полиции, органы следствия, то есть мы с ними плотно работаем. А вот компания «Регион» дома сейчас достраивает. Сдать жилье планируют в сентябре. Что касается дольщиков компании «Хуасин», то их практически не осталось. Дома постепенно сдают в эксплуатацию. Сейчас идет техническая работа по передаче жилых помещений дольщикам. Ну и, соответственно, раз идет процедура банкротства, нужно выполнить обязательства по закону о нескольких банкротствах. То есть собрать, проголосовать, сдать ходатайство в арбитрористы Амурской области. На встрече Николай Суров также сообщил, что совсем скоро все дольщики компании «Хуасин» получат долгожданные квартиры. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Почти 200 новых квартир получат жители барака в Белогорске. Сегодня для них возводится два многоквартирных дома по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Также в городе начался ремонт гимназии, которую построили более 80 лет назад. По поручению губернатора при Амуре Александра Козлова, Белогорск посетили региональные министры. Подробнее о поездке в нашем следующем материале. Кровля 100% от нового. Ну, покрытие, ограждение выполнено, ходовые трапы. Короче, начиналось с одного кабинета, закончилось ремонтом всей крови. Ремонт кровли и чердачных перекрытий, демонтаж межэтажных конструкций, замена окон. Капитальный ремонт Белогорской гимназии обошелся городскому бюджету почти в 11 миллионов рублей. Еще 9 миллионов необходимо, чтобы полностью завершить реконструкцию объекта. Смонтировать вентиляцию, установить систему видеонаблюдения, провести отделочные и электромонтажные работы, отремонтировать фасад. Также региональные власти под руководством заместителя председателя правительства Ольги Лысенко проверили, как возводятся дома для переселенцев из аварийного фонда. Заложено 314 миллионов на программу «Все переселено». Это областные или это конструктивированные? Это 114 миллионов мы добавили своих с местного бюджета и 314 областные. Но вопрос, почему, что за это время, в этом году мы два дома сдали уже в начале года, приобрели порядка 30 квартир отдельно и вот сейчас в рамках долевого строительства строим эти дома. Сдать в эксплуатацию два пятиэтажных дома для белогорцев, которые пока живут в бараках, планируют в следующем году. Также в 2018-м при финансовой поддержке будет полностью завершена программа по переселению жителей из аварийного фонда. 50 тысяч квадратных метров уже возведено, еще 5 тысяч осталось. Кроме того, члены правительства обсудили проблемы кадрового дефицита в больнице Белогорска. В 2016 году мы видели серьезный дефицит врачебных кадров и средних медицинских работников. К сожалению, я не могу сегодня констатировать, что консолидированные усилия Министерства здравоохранения и лечебного учреждения города Белогорска решила в полном объеме эти проблемы. То есть у нас остается более 50% кадровая составляющая, то есть дефицит врачей. Несмотря на нехватку врачей, администрация Белогорска прилагает все усилия по обеспечению жильем и полным социальным пакетом молодых специалистов. Отметили члены областного правительства. Вероника Федореева, Амурское областное телевидение. Также региональные министры побывали в Серышевском районе. Там они посмотрели, как детей приучают к труду. Садят, пропалывают, поливают. Так приучают к труду в Центре детского творчества поселка Серышево. В нем занимаются почти 300 ребят. Кстати, за свой труд дети получают зарплату, говорят руководители летнего лагеря. Выращенные овощи будут поставлять в столовые местных школ. Более 300 новых дорожных знаков установят в Тынде. Их закупила городская администрация. Новые знаки уже доставили в столицу БАМа. Всего привезли 365 дорожных знаков. Все они соответствуют ГОСТу, указанному типоразмеру и имеют световозвращающую поверхность типа А. В ближайшее время в Тынде начнут менять старые дорожные знаки и установят дополнительные. Об этом сообщает газета БАМ. Автобусы номер 38 и 44 в Благовещенске с 22 июля вновь будут ходить по прежним маршрутам. В связи с ремонтными работами по улице Пролетарская схема движения транспорта была изменена. Полтора месяца жители города не могли воспользоваться общественным транспортом по улице Калинина на участке Красноармейской и Пролетарской. Теперь ремонт завершен, автобусы вновь будут двигаться по прежнему маршруту. Тем временем в связи с ремонтом дорог, автовладельцам и общественному транспорту приходится объезжать участок улицы Северной от Мухина до Артиллерийской. Автобусы номер 36 и Кольцо до 31 июля будут ходить по измененной схеме. Большие стройки, повышенный спрос. В Преамурье в два раза выросла потребность в иностранных рабочих. Причина – крупные инвестпроекты, которые реализуются на территории области. Так, работодатели региона запросили более 22,5 тысяч работников из-за рубежа на 2018 год. Гастарбайтерам предстоит работать в сфере строительства, сельском и лесном хозяйствах, производстве строительных материалов и т.д. Прием заявок от работодателей на привлечение иностранных рабочих в 2018 году завершен. Было подано 165 заявлений. Как сообщают в Амурском министерстве внешнеэкономических связей, их количество практически не изменилось в сравнении с прошлым годом. А вот спрос на иностранцев вырос в два раза. Если на 2018 год работодатели попросили более 22,5 тысяч иностранных работников, то в 2017-м чуть более 10 тысяч. При этом цифры по количеству трудовых мигрантов не окончательные. Число заявленных работников еще сократится. На космодроме «Восточный» новый директор Валенур Агишев. До назначения на эту должность он 20 лет работал на Байконуре. С декабря 2016-го выполнял обязанности заместителя главного инженера в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Перед новым руководителем космодрома «Восточный» стоят большие задачи, говорят специалисты филиала «Цинки». Для обеспечения безопасности будущих пусков необходимо завершить строительство на стартовом и техническом комплексах. Напомню, бывший директор космодрома Игорь Светлов руководил объектом два года. Под его управлением в апреле 2016-го был совершен первый пуск ракеты. Сейчас Игорь Светлов занимает должность заместителя директора филиала по наземной космической инфраструктуре. В районах области установят макеты полицейских автомобилей и приборов видеофиксации. Об изготовлении и размещении муляжей правоохранители уже подали обращение к руководству муниципальных образований области. Амурские полицейские рассказали о планах на вторую половину года и подвели итоги работы первой. Аварийность на дорогах, по словам полицейских, снизилась на 6%, однако увеличилось число погибших. Грабежей, краш и убийств также стало меньше. В общей сложности правоохранители раскрыли около 5000 различных преступлений. Наиболее масштабных полицейские рассказали журналистам. К примеру, в апреле 2017-го задержаны благовещенцы, совершившие серию квартирных краж. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. С июля 2016 года по марта 2017-го страховщик выплачивал деньги за якобы поврежденные машины. Для совершения преступлений подозреваемые исценировали дорожно-транспортные происшествия. Машины либо специально приобретали, либо находили владельцев автотранспорта, готовых таким образом заработать. Большая часть инсценированных автоаварий происходила в малолюдных местах. В инсценировке участвовало по два, по три автомобиля. Четверо обвиняемых находятся под домашним арестом. Три человека в следственном изоляторе. Остальные фигуранты уголовного дела под подпиской о невыезде. Отдыхающих благовещенцев обокрали на берегу Амура. Они пошли купаться и оставили вещи без присмотра. Моментом воспользовались двое несовершеннолетних злоумышленников. Их добычей стали два мобильных телефона. Сотрудники полиции установили, что кражу совершили подростки. Ущерб составил более 40 тысяч рублей. В отношении школьников завели уголовные дела. Благовещенские риэлторы поплатились за плохую работу. Амурский Роспотребнадзор помог пенсионерке-инвалиду отсудить деньги, которые женщина заплатила за поиск квартиры. Компания не смогла подобрать ей арендное жилье и при этом отказалась возвращать взятую за услугу сумму. На жалобы Амурчанки откликнулись в общественной приемной Роспотребнадзора. Выяснилось, что в мае пенсионерка обратилась в одну из компаний Благовещенска с просьбой подобрать ей комнату с арендной платой не выше 5 тысяч рублей в месяц. При этом агентству за услугу она заплатила 4 тысячи. Помощи от риэлторов Благовещенка не дождалась. Все предложения были значительно дороже. Пенсионерка решила расторгнуть договор, но в возврате денег ей отказали. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, гражданин имеет право расторгнуть договор услуги в любое время. При этом исполнитель должен вернуть деньги за минусом фактически понесенных затрат. То есть если бы агентство по подбору жилья вернули ей, скажем так, не 4 тысячи, а 3,5 и объяснили, что 500 рублей у нас ушло, фактически понесенные нами затраты, ну, наверное, это было бы правильно. Если не было никаких затрат, ей должны были вернуть 4 тысячи. Поскольку ей не вернули ничего, дальше эти споры решаются только в судебном порядке. Сотрудники Роспотребнадзора помогли пенсионерке защитить свои интересы в суде. С агентства недвижимости взыскали 4 тысячи рублей. Плюс штраф в 2 тысячи за то, что компания не удовлетворила требования потребителя. Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно по телефону, который вы видите на экране. Шоколадного президента смогли увидеть и попробовать жители Белогорска. Город с размахом отпраздновал День работника торговли. Сотни зрителей собрал сладкий фестиваль. Любительницы выпечки похвастались собственноручно испеченными тортами. А сама площадь Белогорска превратилась в советский рынок с голосящими торговцами и барахолкой. Репортаж Марианны Геворкян. Работает советский буфет и выставка в стиле советский шип. Работает барахолка, на которую вы можете обвинять товарами. Советские дефициты, длинные очереди. Колоритная буфетчица не успевает раздавать пирожки, наливать соки. И, кстати, по советским ценам. А рядом выставка платьев. Старинные экспонаты выставили музейные работники. Поэтому примерить их не удалось, хотя некоторым очень бы хотелось. Платья в основном те, которые мама моя носила. Но вот одно мне больше всего понравилось. Это на моей молодости. Вот сейчас такое не купишь. Даже если купишь, то, конечно, за деньги совсем другие. Не то, что раньше, точнее, продавалось. Семечки, продаются семечки. Кулек два рубля. Корзинка с завернутыми в газетки семечками опустошилась на удивление быстро. Роль сыграла то ли цена два рубля за кулек, то ли ностальгия. А рядом открылась Дара Холка. Народный рынок с ненужными вещами. Изюминка праздника – сладкий фестиваль. Девять кондитеров, любители испекли торты, пирожные, капкейки. Бисквит морковный с апельсинами и с грушами. А внутри крем, крем-чиз, творожный сыр. Сверху мастика. Делала быстро. Люблю вообще педагог, но в декрете. И увлеклась для ребенка. Первый раз начала печь. То есть, не профессионал я. Но люблю лепить. Зрители томились в ожидании дегустации. Особенно возле еще одного конкурсного торта. На белогорцев с улыбкой взирал президент Владимир Путин. На вкус он бананово-апельсиновый, рассказала нам кондитер Олеся. Отрабатываю сейчас технику рисования портрета, шоколадом именно. Первый раз пробовала на день рождения мужа. И вот, ну, думаю, как бы, кого нарисовать, чтобы было узнаваемо. Ну, вот муж предложил, говорит, давай президента. Его все знают. Придется самой резать. Президента? А на сладком празднике за такую кулинарную идею даже наградили. Но самая высокая оценка – это отзывы самих белогорцев, которые съели все конкурсные тортики буквально за 10 минут. Марьяна Геворкяна, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Живописный эксперимент ждет благовещенцев в эти выходные. В городском доме ремесел откроется выставка в стиле «Ню» – обнаженные мысли. В экспозиции представлено около сотни работ – картины и керамика. Автор откровенных картины – мини-скульптур художник Инга Соколова. Она входит в группу энтузиастов-любителей плейбэк-театра, который рассказывает истории зрителей. Такой перформанс актеры проведут и на открытии выставки. Как отмечают в доме ремесел, экспозиции такого формата здесь еще не было. Некоторые работы достаточно откровенны, поэтому посетить мероприятие смогут только те, кто старше 18 лет. Хочется экспериментов, хочется что-то интересное, хочется немножечко наш летний знойный город так сколыхнуть, чтобы они воспряли, сказали, ого, что-то интересненькое. Здесь пошлости совершенно нету. Здесь просто хочется смотреть на работы, рассматривать их. И я думаю, что каждый найдет то, что ему понравится. Выставка «Обнаженные мысли» откроется в Благовещенском доме ремесел 22 июля. Работать она будет всего неделю. В сентябре 2017 года в России пройдет первый чемпионат страны по фристайл-мотокроссу. Буквально полгода назад в Министерстве спорта официально зарегистрировали эту дисциплину. Об этом рассказали участники команды мотофристайлеров «Ферзь». Накануне ребята прибыли в Благовещенск со своим экстрим-шоу. Что будут показывать и сложно ли выполнять трюки на мотоциклах – об этом в материале нашего корреспондента. Рев моторов и опасные трюки. «Ферзь» – это ведущая команда мотофристайлеров России. Сейчас в ней трое основных спортсменов плюс молодые последователи. В Благовещенск прибыли пять человек. Причем на Дальнем Востоке ребята впервые. Здесь очень прикольно. Немножко другой менталитет у людей. Другие машины. Тут постоянно одни японцы ездят вокруг. И на самом деле, ну, так как-то немножко все переворачивает тебя внутри. В плане того, как ты смотришь, люди еще по-другому живут. Как рассказали мотофристайлеры, первыми трюки на мотоциклах стали выполнять американцы. Наши идею подхватили и развили. Сейчас, говорят, в России всего около 30 мотофристайлеров. Хотя направление развивается и людей, способных не только ездить, но и практически летать на мотоциклах становится больше. Кстати, у каждого мотофристайлера должен быть как минимум один мотоцикл. Цена вопроса – порядка 300 тысяч рублей. Хватает одного железного коня на несколько лет лихих экстрим-заездов. Как рассказали в команде «Ферзь», они стараются не стоять на месте и придумывают новые трюки. Добавляют к уже поставленным номерам какие-то новые элементы. Делают точечные проекты. Ребята признаются, дома их ждут семьи. Вторые половинки, конечно же, переживают. Все же мотофристайл – штука опасная. Тем не менее, все понимают и поддерживают. В Благовещенск команда «Ферзь» привезла почти двухчасовой экстрим-шоу. Зритель увидит прыжки на мотоциклах высотой 15 метров и нереальные акробатические трюки. Технический райдер организаторам присылали заранее. Шоу мотофристайлеров пройдет 23 июля на стадионе «Амур». Уже сейчас, можно смело сказать, такого Благовещенск еще не видел. Денис Сверденко, Анастасия Петраш, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru Пересматривать понравившиеся сюжеты в социальных сетях на страничке Амурского областного, Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobull.tv. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова